Некоторые моднички жалуются, что полторы тысячи за Пола Райф Лорен это дорого. Шо ж, ребята, сегодня ваша картина мира изменится, потому что мы покажем самую дорогую Сэшку в Санкт-Петербурге! Открывает наш показ мод Шерпы от Левис. Что бы они стоили, по вашему мнению? Пишите в комментариях, на Авито такие стоят по 7 косарей, здесь они стоят 9, в Смоте в народе они стоят по 5. Это еще дешманская вообще-то от Левис, значит, Шерпа, потому что следующие стоят по 12 косарей. Я не понимаю, откуда такой ценник, мы подошли к продавцу, чтобы это узнать. Он сказал, что, ну, раньше джинса была другая, вот это все было иначе, все офигенно бы раньше делали. Сейчас-то делают говно, конечно, тем интересно, джинса на Шерпах отличаются. А как вам чемпик с завоза? Хе-хе-хе, за 3 500, ебаный сыр. А вот эти, обычные джинсы Левис, да, сколько, как ты думаешь? 5 500, за шо? Новые на распродаже можно выцепить за столько же. А джинсы Ли, я уже даже не могу, я заикаюсь, блядь, 8 тысяч рублей за джинсы Ли белые. Удроченная куртка Барбур, 9 тысяч, а нам и чё? А нам и нормально, мы же русские люди, лох не мамонт, лох не вымерет, вообще. Барбур, внимание, 15 тысяч рублей. Чего, блядь, откуда такие ценники? А вот вам удроченная, значит, стеганка и, блядь, куртка Барбур, за 15 косарей. Вощеная, сколько дедов она повидала в своей жизни, даже страшно представить. Но вот чего у нас в шмоте в народе нет, так это такой охренительной кожаной жилетки. Вот надеваешь её и сразу все девчоночки твои. Вот стоит она, кстати, ещё 4 500. Вот за это говно 4 500. Но это ещё не самое страшное, потому что самое страшное это вот эти вот Асиксы. Уб***чные, будто их съел Шрек и выблевал. Стоят они, внимание, 5 тысяч рублей. Какого дьявола вбиваем Асикс купить СПБ и сразу же тебе выдаётся пара за 3 500, за 3 800. Вот такая же блевотная у**бищная пара ярко-розового-фиолетового цвета стоит новая 4 000 рублей. Она и такая же у**бищная, как эта зелёная. Покупай ты новые Асиксы. Зачем? Это даже не винтаж. Вот пока я тут бомблю, я уже начал смотреть на у**бищный дедовский ТНФ. За, внимание, что бы ты подумал, 10 000 рублей. Это не нубц, это не 700-ый, это говно из-под коня. Кто это носит, на кого это рассчитано, господи, какие лохи заходят в этот секонд-хенд и тратят свои деньги. Дебилы, блин. Но самое офигенное, что в этой сэшке мы нашли, это Ральф XXL размера, который стоит 9 500. У барыг есть такой миф, есть такое наказание, что если барыга провинился, его сажают в клетку и закидывают Ральфами XXL размера, пока они в них не задохнутся. Ребята, вы сами видели ценники, и это та самая причина, по которой в офлайн выходить так себе затея. Мы пообщались с чуваком, который сидит в этом магазине, он говорит, что ну ценник складывается из многих факторов. Например, прачка, ну конечно же, мы же шмотки свои не стираем. Аренда помещений, зарплата сотрудникам. А нахрена это все, если можно продавать шмотки дешевле онлайн без регистрации и смс? Тем более, мне кажется, что это больше гон, потому что все знают, сколько стоят такие джинсы Левис в закупе. Чего? Как бы гнать про то, что вот, а у нас дороже закуп, вот, у нас, значит, это офигенные винтажные неизмические модели. Но это, ребят, кто в это поверит? Типа, джинсы Левис за 7 тысяч, джинсы Ли за 8 тысяч. Серьезно? Серьезно? Новые на распродаже стоят столько же. Даже, наверное, дешевле. Можно бесконечно много гнать на тему того, что вот Левис скатился, винтаж намного круче, чем то, что происходит сейчас. Но 8 тысяч за джинсы? В бэушной сэшке? Вы чё, рофлите, блядь? Есть шмот в народ, быстро подписался. Расугамата!